И мы рады вас приветствовать! Сегодня у меня в гостях хороший друг, с которым мы идем по жизни в служении Господу. И имею эту возможность и имею честь представлять его вместе с собой в программе. Дмитрий Шатров, пастор и епископ церкви. Приветствую тебя, дорогой! Приветствую, Александр! Спасибо за возможность быть с вами рядом. Да, ну я рад, что ты позволяешь Господу пользоваться тобой. И в лице твоем мы сегодня можем тебя, скажем так, использовать технологию, употреблять для славы Господа. И я знаю, что в твоем сердце всегда есть это желание. По-моему, я, насколько я помню, самых вот таких лет он Господа любил, искал Господа. Я-то видел одну из фотографий твоих, Дмитрий, где ты вылез на ступеньки этого... Какой собор у вас там? У нас много соборов. Такой красивый, Казанский собор. И оттуда-то вот проповедовал еще в своей глубокой молодости Господа. И было очень результативно, насколько я теперь понимаю, судя по тому, что Господь делает в своей жизни, и как Господь ведет тебя. Рад тебя приветствовать, дорогой! Спасибо. Ты такую фразу сказал, я даже на ней как-то так очень задумался. Спасибо, что ты даешь Богу использовать тебя. Можете представить себе... Я сказал употреблять. Употреблять, да, употреблять. Правильно, лучше слово употреблять. Вообще удивительно, вот такой Господь любвеобильный, что Он никого не насилует, не заставляет. Он наш Творец, Он царь царей, Он хозяин всего, но Он разрешает человеку дать согласие или не дать согласие на употребление. И, конечно, для нас это огромная-огромная-огромная честь, когда Господь употребляет нас. Однозначно, да. Поэтому спасибо большое, что позволяете трудиться вместе с вами, служить вместе с вами. И мы благодарны Богу за всех партнеров канала «Импакт», кто помогает этому каналу жить и распространять Евангелие от Царства Божьего. Делайте, на самом деле, большую работу. Город у вас очень такой тяжелый. Ладно, только ты меня дослушай, а то сейчас... Друзья, знаете, такой человек, что бы я ни сказал, вот за все прикопается. Невозможно слово вставить. Тяжелый в том смысле, что обычно... Я вообще молчу, уже не обвинили. Обычно города-миллионники, они очень тяжелые города. Там люди такие бизнес-настроенные, все куда-то бегут, спешат. Это Невский проспект, где церковь сегодня ваша стоит. Кстати, такая бези улица, очень занята такая, загруженная улица. Одна из главных. Самая главная. Да, самая главная. Кстати, Невский 100, это ваше помещение, которое там стоит. Я считаю, что это огромнейшая ответственность Господь у вас заложил на вас все-таки. А как вы, кстати, людей туда прибегаете? Так, раз он идет по тротвору. Да, хватаем туда и... Раз туда, да. У вас интересно, вот стоит здание, нужно как-то вот... Само здание, оно стоит как бы внутри от этого... Двора. Невского. И у меня такое впечатление, я бы так, наверное, делал. Человек проходит мимо вот этого, я бы урраз и сразу в церковь. Так и делаем. Да. Здорово. Дмитрий, я хотел с тобой поговорить, у вас намечается большущий праздник. Так, 100 лет, это со дня основания служения Миссия Благая Весть, правда? Или я что-то неправильно сказал опять? Миссия Благая Весть, мы, так скажем, расширили название. То есть, само название церкви было Церковь Ивановских христиан в духе апостолов. Это в 1916 году, когда группа пятидесятнических братьев, пятидесятников, стала хреститься во имя Иисуса Христа. То есть, как мы знаем, что день рождения церкви, он в день пятидесятницы, когда сошел Дух Святой, и пять тысяч человек приняли крещение. Это считается днем рождения церкви вообще на земле. Так вот, в Санкт-Петербурге группа верующих людей, это 16 человек, приняли крещение. Это было на Пасху в 1916 году. И вот на Пасху они крестились в апреле месяце. Это было на Черной речке. С этого дня мы считаем начало день рождения нашей церкви. Когда эта церковь наша существовала, развивалась, в свое время меня отец попросил, говорит, открой миссию, которая занималась бы распространением Евангелия. И в 90-м году мы открыли миссию «Благая весть», которая как продолжение церкви, в которой был мой отец пастором, дедушки были служителями. Поэтому мы берем начало, вот как раз сейчас в апреле будет 100-летний юбилей. Для нас это очень важное большое событие, и мы хотим провести в городе много мероприятий, которые, знаете, у меня был такой дискомфорт на дне рождения. Кто не знает, я человек очень скромный, я вам сейчас расскажу. Я очень скромный человек. А почему ты смеешься? Нет, я как бы... Вот, это моя натура. Данная Господом. И многократно мною приумноженная. Скромность, я имею в виду. Скромность, да. Да, скромность. На самом деле, я всегда очень смущался на дни рождения, когда мне там уделяли столько внимания, дарили подарки. Я думаю, ну почему мне такой дискомфорт? Ну почему мне так неловко? Вроде бы приходят люди на день рождения, это твой день, принимай поздравления. И вот тут вот на этом вопросе я сам для себя, себя поймал на мысли. Принимай поздравления. А с чем меня поздравляют? Ну с тем, что я родился. Стоп. А что я сделал? Когда, допустим, человек добивается какого-то результата на Олимпийских играх, его поздравляют, он добился результата, он занял первое место, или он какое-то открытие совершил, его поздравляют. Он много трудился, он тренировался, он отказывался от каких-то жизненных радостей, все шел на тренировки. Вот он добился результата. Его поздравляют. Молодец, ты занял первое место. А тут что я сделал? Я не делал ничего для того, чтобы родиться. Ну, по крайней мере, я не помню, что я делал. Может быть, старался, маме помогал, не знаю. Но, по большому счету, я не делал ничего. И меня поздравляют с тем, что я родился. Я подумал, что если и поздравлять, то поздравлять только с тем, что ты в своей жизни добился какого-то результата. То есть не с днем рождения, а с результатом, который в жизни ты мог произвести. Но Иисус сказал, это такая у меня была цепь рассуждений, что все, что не Отец мой Небесный насадил, оно искоренится. То есть только то, что насаждено Отцом Небесным, а Бог есть любовь. То есть все, что в этой жизни сделано не по любви, оно не имеет значения. А любовь всегда дает какое-то служение людям. И я понял, что если человек в жизни добивается результата, что он мог кому-то послужить, тогда его можно поздравить. Понимаете? Понимаю. Это я сейчас все веду к дню рождения церкви. И я так подумал, что все мои дни рождения, которые я с этого момента, когда я это понял, мне хотелось проводить так, чтобы кому-то чем-то послужить. То есть если на мой день рождения я мог послужить своим гостям, послужить в знак своего рождения, какому-то человеку оказать особенную честь, какое-то особенное добро сделать. И не только в день рождения, а это идет речь о всей жизни. То есть если моя жизнь не служит людям, тогда меня можно с этим поздравлять. Так вот, возвращаясь к дню рождения церкви, мы сейчас хотим в этом году отметить юбилей столетний таким образом, чтобы церковь могла максимально послужить обществу. То есть произвести несколько проектов в городе, проекты. Ну, например, мы запускаем проект об усыновлении детей. Конечно, мы, наверное, не знаю, за этот год церковь не сможет, семьи церкви не смогут усыновить 100 малышей. Но, по крайней мере, нам бы хотелось запустить в этом году проект, чтобы семьи нашей церкви могли начать усыновлять. И, по крайней мере, мы с этого момента запускаем процесс, чтобы усыновить 100 детей. Петербург, например, очень красивый город. И, к великому сожалению, много красоты только снаружи. А если уйти во дворы, то дворы запущенные. Мы хотим взять, например, 100 дворов и навести порядок. Сделать их идеальными для того, чтобы, можно сказать, церковь послужила городу. В общем, разные-разные проекты, где можно было бы сказать, что мы послужили людям этого общества, нашего общества, где мы живем, нашему городу. И таким образом отметить свой день рождения. У нас будет на Пасху поставлен специальный спектакль. Так как это крещение было именно в Пасху 100 лет назад, то обычно мы перед Пасхой ставили известный уже спектакль «Сын». Потрясающий спектакль. Но сейчас будет спектакль об истории всей церкви, начиная с первого века. И, конечно, там будут различные-различные этапы истории церкви. И будет завершаться вот нашей сегодняшней церковью, что мы делаем сейчас. Кстати, я бы хотел вас попросить, если это возможно, поставьте, у нас есть небольшой фильм об истории церкви, чтобы на «Импакте» он вышел в эфире, и могли бы людей знакомить с историей нашей церкви. Это очень интересное повествование. Хорошо. Обязательно. Конечно же, вот опять-таки, нельзя не сказать о том, что наши, как и многих других церквей, пасторы, священники отсидели многие-многие годы в тюрьмах. И я скажу честно, что у меня даже искушения не возникает, чтобы сказать, что сегодня мы имеем в чем-то успех в нашей церкви, это результат того, что Дмитрий Шатров что-то сделал. Да, я тоже внес свою лепту, свой вклад. Но, понимаете, корень церкви, даже если там было, может быть, в церкви 50 или сколько-то, 100 человек, может быть, 20 человек, но я помню, когда я был маленький, совсем-совсем маленький, мне было всего 2-3 года, и к нам домой по среднам приходили бабушки для молитвы, для молитвы о городе. Они молились о церкви, молились о жителях Петербурга, тогда еще город по-другому назывался. И вот этот корень, который был, и он сегодня дал результат, то я лишь часть их молитвы, я плод их молитв. И наш сегодняшний успех – это результат того, что наши служители отдали годы в тюрьмах, отдали свои жизни как жертву, положили на алтарь пред Господом. Поэтому я очень-очень-очень-очень благодарен всем нашим предшествующим поколениям, нашим отцам, дедушкам, бабушкам, которые молились, благословляли, и очень за это им благодарен, и Богу за них благодарен. Дмитрий, так как ты являешься продолжением теперь, как бы ты заменил отца, получается, в этом служении, и отец передал тебе это служение и благословил тебя на это служение. Следующие 50 лет, Дмитрий, что ты видишь, как ты думаешь, вы будете двигаться и развиваться? Спасибо за хороший вопрос. Мне в этом году будет тоже 50 лет. То есть мне вот сейчас скоро исполнится 50 лет. Всего лишь? Всего лишь. Треть жизни подади практически. И впереди еще надо сделать очень много важного. Но, вот, когда мой отец ушел, он мне передал, ну, я скажу, так скажем, бактерию, в хорошем смысле этого слова, бактерию, когда, что бы ни было, нищета или богатство, дни благополучия или дни сложные, мы посвящены Господу. И вот эта посвященность, вот это вот, как говорит апостол Иуда, я могу вам писать об очень многом, но при всем желании писать и про это, и про это, я вам напишу одно, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Вот, отец ушел, но что-то он вложил, что помогает и дальше двигать церковь вперед. Так вот, я бы хотел, кто бы ни был у нас сегодня у руля церкви, чтобы церковь была основана на очень фундаментальных, важных принципах. Какие именно? Я сейчас хочу их озвучить. И наша церковь сегодня основывается на пяти простых вещах. И это мы, ну не то чтобы как Конституция, Библия наша Конституция, но мы из нее взяли вот эти вот основные выжимки, именно на эти рельсы мы сейчас ставим все служение церкви. Смотрите, все началось от Бога. Бог, прежде чем появилась вселенная, был Бог. Но Бог есть любовь. Бог есть любовь. Бог нас создал как объект, на который Он может изливать себя. Поэтому все, что Бог делает, это благодаря Его любви, благодаря Ему самому, а Он есть любовь. Мы призваны, мы созданы, чтобы любить Бога. Но наша любовь к Богу, как апостол Иоанн пишет, любовь не в том, что мы возлюбили Бога, а в том, что Он возлюбил нас. Это 1 Иоанна 4, 10 или 4, 11. То есть, часто мы ругаем себя, ругаем друг друга. Мы мало Богу любим, мало Богу любим, мало Богу служим, мало Бога любим. Проблема не в том, что мы мало Бога любим, а в том, что мы мало знаем, как Он нас любит. Поэтому первое, на чем основана должна быть и будет служить, работать, жить в дальнейшем, в следующие 50 лет наша церковь, это больше познавать Божью любовь, как Он нас полюбил. Познавая больше, как Он нас любит, мы только тогда можем в ответ любить Его. Это первое. Второе. Мы созданы для взаимоотношений. Мы созданы для общения. Человек не будет счастлив, если у него нет правильных, хороших взаимоотношений с Богом, с женой, с мужем, с людьми в церкви. Поэтому мы будем развивать систему взаимоотношений, общения, чтобы церковь была семья, чтобы любой человек, который приходил в церковь, он чувствовал атмосферу в этом мире одиночества, в мире отверженностей. Люди хотят ощутить принятость. Поэтому очень важно в церкви создавать атмосферу семьи. Первое – это любовь Божья, и она является источником, чтобы мы любили Бога. Второе – это когда любовь в нас живет, мы можем создавать атмосферу взаимоотношений, хорошей, доброй, семейной атмосферы, которая будет притягивать людей. Третье – мы все созданы, чтобы быть похожими на Иисуса. Печально то, что многие христиане, когда уверовали в Иисуса, перестали развиваться. То есть, да, я получил спасение, я рожден свыше, но мы не работаем над характером. Есть плоды духа, плод духа. Любовь, радость – это плод духа, но он растет на почве нашего сердца. То, что пишет Галатам 5,22. И многие, имея величайшее призвание, не работая над своим характером, не преображаясь в образ Иисуса, они остаются младенцами, детьми, которые, как вот, нельзя давать ребенку оружие или ножик, потому что он может неправильно им воспользоваться. Так мы ревнуем о дарах духа святого, но не ревнуем о плодах духа, который есть наш характер. И, имея оружие духа святого в своих руках, иногда не имея характера, можем употребить его неправильно. Как, впрочем, распорядиться своим собственным призванием, собственной жизнью, без работы над характером – это беда. Поэтому, имея любовь от Бога, мы любим Бога в ответ. У нас теперь создается атмосфера семьи в церкви, это принятость, это общение, это взаимоотношения. Третье – это работа над характером. Чтобы каждый человек знал, он призван возрастать. Четвертое – когда мы начинаем возрастать в характер Христа, чем больше мы возрастаем, тем больше мы видим, как Иисус служил своим друзьям. Будучи… Помните, когда он мыл ноги? Он говорит, кто из вас, кто из нас возлежащий, кто из нас служащий? Он говорит, я, по идее, учитель, но я умыл вам ноги. Чем выше позиция, чем выше зрелость в человеке, тем больше он захочет служить другим людям. Поэтому церковь должна служить, служить друг другу, служить обществу. Это четвертое. И пятое – это евангелизация. У Христа была миссия. И мы все знаем, что у Иисуса было предназначение умереть за грехи людей. Он это сделал. Но у него была еще одна миссия – подготовить тех, кто будет готов об этом рассказать. Поэтому сегодня у церкви есть прямая ответственность. Готовить тех, кто могут пойти и рассказывать об Иисусе. И есть, конечно, пасторы, апостолы, учителя, но есть евангелисты. И мы думаем, ну вот я не евангелист, а он евангелист. Пускай он несет Евангелие. Нет, нет, нет. Есть как призвание евангелист, но каждый из нас является, если ты уверовал в Иисуса, ты уже служитель. Если ты уверовал в Иисуса, ты уже носитель его ДНК, уже должен быть, ну, расти в его характер. Если ты уверовал в Иисуса, ты уже призван принимать Божью любовь и ее отдавать дальше. И с верой в Иисуса ты призван быть евангелистом. Однозначно. Поэтому вот наши следующие 50 лет, сто лет, сколько даст Бог жизни до второго пришествия, это вот эти пять вещей. Проповедовать о любви Божией, учить, вернее, в церкви о любви Божией, чтобы люди принимали эту любовь и в ответ на Божью любовь любили Его, чтобы имели хорошее взаимоотношение друг с другом, и чтобы церковь была семьей. Третье, чтобы каждый понимал свою ответственность возрастать в характер Христа. Четвертое, чтобы каждый был призван служить друг другу. И пятое, нести Евангелие. Вот на этих пяти вещах, кто бы ни был руководителем дальше в церкви, кто бы ни был пастором, но если церковь стоит на этих пяти вещах, евангельских принципах, то тогда церковь будет развиваться, и она будет успешной. Здорово, Дмитрий. Иногда, наблюдая за твоими проповедями, копаешься ты, копаешь глубоко, вот, знаю, что не зря ты пробудешь время в молитве, знаю, что ты любишь уединяться, уезжать в пустынные места, вот, копать, молиться, там, искать откровения. Вот. И верю и знаю, Господь тебе дает слово. Все-таки вам там, как я сказал, в Санкт-Петербурге, наверное, там столько умных людей, таких разумных, все себя ставят такими умными, разумными, и среди них же надо работать тоже. И вот, и надо же все-таки иметь авторитет, ну, потому что культурный город, люди всякие в церкви, вот. И знаю, что ничто, ничто, вот это все человеческое, все это вот, все эти понты человеческие, какой бы там он ни имел уровень образования, но все, все это ничто не значит, если нету вот этого Божьего, Божьей благодати на нем, нету познания о Господе. Поэтому я верю, что тебе там удается среди таких людей работать, и Господь тебе дает благодать от Господа. Ангелина хочет нам сказать, что Ангелина, мы вас приветствуем в программе, пожалуйста, слушаем вас. Ангелина, говорите, пожалуйста. — Добрый вечер. Я утром слушала ваш эфир, и вы говорили об отверженности. Скажите, пожалуйста, можно ли это исправить, и как это сделать, вот, насчет детей? — Насчет детей, что вы имеете в виду насчет детей? — Ну, он говорил утром об отверженности, что там нежелательная беременность, там нежелательная беременность, там нежелательная беременность, там нежелательная беременность, это как бы вот все, это по жизни они потом нестут, это все. И вот такое все. Короче, я хотела спросить, как это он видит, чтобы исправить это? — Дмитрий, я так понимаю, да. Спасибо, Ангелина. Я так понимаю, ты сегодня говорил об отверженности, да? — Ну, это была маленькая часть эфира. Вот как раз ты сейчас сказал по поводу того, что я люблю копать, копать там в слове, еще что-то. Но на самом деле я люблю копать очень конкретно, чтобы это имело прикладное, практическое значение. То есть много богословских моментов, и вообще богословие, наука, вот, допустим, о Боге, да, богословие, не то чтобы она бесполезная, но словами Бога не объяснишь. И мы можем копаться очень много в объяснениях каких-то теоретических Бога, но если это практически не применить, то все бесполезно. И вот отверженность, о чем сейчас спрашивает Ангелина, это один из таких моментов. Я люблю копаться, но копаться в Библии, если это имеет практическое применение. И я говорил о том, что когда Господь обращается к Каину и говорит, у дверей сердца грех лежит. Там, по сути, идет речь, если копать глубоко, об отверженности. Какая у Каина может быть отверженность? Когда Адам и Ева были изгнаны из рая, и у них потом родились дети, то они рассказывали своим детям о том, как было раньше в общении с Богом. И как они были изгнаны как наказание, хотя это было практически не наказание, а милость Божия, чтобы они не остались с грехом навечно, и вкусив от дерева жизни, уже вкусив после того, как они вкусили от дерева познания добра и зла, то Бог их выгоняет как милость. Но неправильная информация, с которой жил Каин, она породила в нем состояние отверженности. Я говорил о том, что часто дети, когда еще находятся в утробе матери, и это нежелательная беременность, то родители, не желая этого ребенка, в силу разных причин, то это передается на генетическом уровне младенцу. И он уже рождается с состоянием отверженности. Во-первых, если это... Вот я сейчас просто не очень понял до конца, в какую сторону, что именно имеет в виду Ангелина, она как отверженность была, допустим, нежеланным ребенком, или же она родила кого-то, как нежеланного ребенка. Ну, так или иначе, то есть есть и позиция жертвы, и... Так вот, во-первых, если родители имели нежеланного ребенка, очень важно принести покаяние. Потому что покаяние — конец проклятию. Когда я поступал неправильно по отношению своих детей в чем-то, и, может быть, было неудобно, как я отец, прошу прощения у детей, как бы, ну, мой авторитет, это дьявольская ложь. Однозначно. Когда я просил прощения у детей, мой авторитет поднимался. А я думал, о, у нас батя такой крутой, потому что можно так смириться и у нас детей, попросить прощения. Это, наоборот, поднимает авторитет родителей. Если родители знают, что у них была эта отверженность к подношению к еще нерожденному ребенку, и в силу того, что мы христиане, нельзя делать аборт, и слава Богу, что не сделали аборт, слава Богу, то желательно попросить прощения у детей. Это очень многое снимет. Потому что даже если мама и не говорила о том, что я тебя не хотела, зачем ты родился, это передавалось все равно во взаимоотношениях. И когда мама понимает, спустя, может быть, годы, что же я наделал, как же я, типа, неправильно поступал, как же у меня имела такую глупость не хотеть этого ребенка, то очень важно устами произнести перед Богом и перед этим ребенком сказать, мама, доченька, прости, сынок, прости. И в молитве это, как правило, это сопровождается слезами, объятиями и так далее. Однозначно. Когда ребенок, допустим, уже вырос, и, возможно, даже родители уже ушли из жизни, и он знает, что он был отвержен, что его не хотели, то бывает такое, что дети обижены на родителей и носят в сердце обиду. Очень важно простить. Потому что непрощение, непрощение, оно сажает человека в тюрьму собственных грехов. Помните притчу, когда, это Матфея, 18 глава, где рассказывается о том, что один должен был 10 тысяч талантов, таланты это 34 килограмма, то есть, если говорить про золото, это, ну, несколько тонн золота, и вот человек, его приводит к хозяину и говорит, ну, отдай мне эти несколько тонн золота. Ну, понятно, что он не сможет отдать. Да, там, несколько тонн серебра опускай, но он не сможет отдать. И он говорит, ну, потерпи на мне еще немного, и все, заплачу тебе. Помните, да, эту притчу? Матфея, 18 глава. И хозяин говорит, я прощаю тебя. Я прощаю тебя. Но, казалось бы, на радостях беги всех, прости и ты. Но он то ли не понимает, сколько ему прощено, но когда он выходит, встречает того, кто должен был ему 100 динариев. Это примерно, ну, если была зарплата 1 динарий в день, это значит, где-то около 4 месяцев с выходными, если взять зарплату, то это ничто в сравнении с тем, сколько было ему прощено. Но он не прощает другого человека. Помните, да, что потом случилось? Когда об этом услышал тот, кто простил 10 тысяч талантов, говорит, ну-ка, вернитесь-ка его обратно. И он сел в тюрьму не за то, как бы, что должен был 10 тысяч талантов, а за то, что не простил 100 динариев. Но, по сути, он сел в тюрьму за 10 тысяч талантов, которые не мог отдать. Так и здесь. Не прощая кому-то, мы садимся в тюрьму собственных грехов, собственных долгов. Так вот, очень важно ценить, сколько же мне прощено. Быть благодарными Богу за то, что нам прощено. И когда мы... Помните эту историю, когда Иисусу прикасалась женщина одна, которая выливала на ноги ему, разбив лавастровый сосуд, вытирала своими волосами. Если бы он был пророк, то знал, какая женщина к нему прикасается. А Иисус сказал, тот, кому много прощено, тот много любит. Нам всем прощено очень много, но часто мы не знаем, не ценим, сколько нам прощено. И поэтому мы мало любим. Так вот, подытоживаю, как разбираться с отверженностью. Если я начинаю оценивать, сколько же мне Бог простил, и за это благодарить Бога, и вижу, что я принят Христом, я принят Богом, то когда я осознаю, как я принят, мне хочется принимать других. То есть, смотрите, я рассказал такую историю сегодня утром, очень коротко. У меня в институте, где я учился на военной кафедре, был начальник, полковник Гайдук, который очень сильно меня любил. Это было вообще чудо, потому что иметь какого-то хорошего знакомого из офицеров, это считалось великим бонусом, великой привилегией. А меня любил сам главный начальник. И когда какие-то другие офицеры меня не любили, мне было так все равно. Потому что сам полковник Гайдук чинил мою машину, он вылезал из-под машины, весь по уши в масле, менял мне масло, значит, в моих жигулях. Я не знаю, почему это он делал, но он меня почему-то так полюбил. И когда кто-то поставил даже моему брату на экзамене двойку, мы с ним учились в одном, в одном вузе с братом, и брат приходит в слезах, на итоговом экзамене поставили ему двойку, это конец диплома всего. Я прихожу к полковнику Гайдуку и говорю, брату поставили двойку, он передает ему, что у него четыре. Если я принят Гайдуком, полковником, то что мне... это я к тому, что когда мы понимаем, насколько я принят Богом, то какой-то начальник на работе меня отвергает, или какой-то там коллега где-то меня не принимает. Однозначно. Нужно больше убедиться, как я принят Богом. Тогда я буду сам ходить и принимать других, и буду рад тому, что... Вот это духовный момент. Наслаждаясь тем, как я принят Богом, даст мне уверенность, даст мне вот этот вот комфорт в сердце. И тогда это срабатывает на духовном уровне. Меня начинают все принимать, меня начинают все хотеть общаться со мной. Это духовная вещь. Итак, если вы кого-то, там, как ваши дети, попросите у них прощения. Если вам кажется, что вас все отвергают, поймите, как вы приняты Богом, и это изменит ситуацию в вашей жизни очень, очень сильно. Что насчет такого момента? Вот смотри, один мой очень хороший знакомый, вот он сейчас находится в такой ситуации. Значит, смотри, одно время было он, стоял на сцене, прославлял Господа, поклонялся Господу, чуть ли не лидер прославления был. Сегодня он находится в такой долине, я не буду объяснять, что он натворил, но, одним словом, он сейчас в очень глубокой яме, скажем так, морально, всяко, по-всякому. Сердце его рвется к Богу, он все понимает прекрасно. Откуда ты, помнишь, как ты говорил, откуда ты упал, да, проповеди твоей одной? Мы находились в Божьей любви, мы предстояли перед Господом, отец твой был Господь, Иисус твой Спаситель, ты в этом убежден, ты на сто процентов убежден. Сейчас, когда он прошел вот эту всю долину, вот эти все падения, он говорит, я не могу согласиться с тем или поверить в то, что Господь меня просит, может простить за нас. Крещеный Духом, не может он переступить вот этот барьер, что он, находясь там, совершил столько перед Господом, что сейчас он не может поверить, и что Господь его может простить. Вот что такому человеку, вот как вот это вот препятствие разрушить, понимаешь, как донести, хоть человек знает Слово Божие, абсолютно знает Слово Божие, порой даже проповедовал, и вот это стоит на его пути, что Господь не может меня простить, и это его снова отталкивает в ту же самую пропасть. Вот тебе совет этому человеку надо дать, пожалуйста. как его убедить? Вот как убедить, что ты ему по-нормальному объясняешь, слушай, дорогой, Господь прощающий, Господь исцеляющий, Господь, если прощает, Он забывает все. Нет и все. Что это? Или это отверженность Бога, во что я не могу поверить, что Бог отверг, и нет прощения? Или что это? Несколько моментов. Вот смотрите, чувство вины – это страшная вообще история. Страшная история. И с ней нужно расставаться, надо выжигать коленым железом это чувство вины. Мы знаем подвиг Иисуса Христа на кресте. Ты сказал такую вещь, что этот человек знает Писание. Значит, он не знает Писание. Знает. Ну, по крайней мере, знает он что-то написано. Да, Писание. Знает Слово Божие. Вот я такую сейчас вещь скажу. Вернемся к теме чувства вины через секунду, через минуту. Без веры указать Богу невозможно, мы читаем. Ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Что Он есть и ищущим Его воздает. Здесь есть такая игра слов, которую мы, многие христиане, как правило, не понимаем. Веровать. И бесы веруют, что Бог есть. И бесы знают, что Он воздает. Но разве такой верой можно Богу угодить? Невозможно. Тогда это Писание не работает. А там немножко другой акцент. Надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, что Он из себя представляет. Не просто, что Он существует, а что Он есть. Тот, кто знает, что Бог — это Агапе. Великая любовь Агапе. И то, что это Агапе проявилось на кресте. Посмотрите. Писание говорит, что... Самое известное место Писания, 3.16, да, Яна 3.16. «Ибо так понравился Богу мир, что Он отдал жизнь, что Он послал Сына Своего Единородного». Возлюбил. Понравился? Нет, возлюбил. А, возлюбил все-таки, да? Возлюбил, да. То есть не понравился? Нет, не понравился, возлюбил. Спасибо. Да. В том-то и дело, что есть, мы знаем, любовь — это Эрос, любовь — это Сторге, любовь — это Филио, и любовь — это Агапе. И вот в этом месте Писания, которое мы сейчас цитировали, «Ибо так возлюбил, ибо так Агапе — Бог». Агапе — это единственная любовь из этих всех четырех. И что принципиально отличает Агапе от этих трех предыдущих? «Филио» — братская любовь, Сторге — дружеская, Эрос — сексуальная. Я увидел, мне понравилось, сначала эмоции, потом действия. Мне понравилось, мне понравился Александр, как он ведет тебя, как он поступает с женой, как он мыслит. Мне понравилось, и я пошел на взаимоотношения с тобой. Ты мне понравился, и я стал действовать. Эрос — понравилась девушка, и начинают ребята за ней ухаживать, действовать. Агапе, она принципиально отличается, она делает действие, а потом она чувствует. Вот Господь, ибо так возлюбил Бог мир, Он не смотрит на мир, «Ой, какой хороший мир! Пойду-ка я к ним!» Наоборот, Он принял решение и стал действовать. И потом пошли чувства. Когда я думаю, еду, с женой поссорился, но хотел ведь купить ей цветы, но поссорился, не буду покупать цветы. Стоп, нет, лучше куплю. И у меня борюсь внутри. Остравливаюсь около магазина, покупаю цветы, и когда я купил цветы, у меня снова вернулись все мои чувства. Это Агапе. Сначала действия, а потом чувства. Вот к вопросу к этому человеку. Иисус на кресте, Агапе. Первая фраза из семи. Отец, прости им, не понимают, что делают. Когда распинали Христа, не понимали, что делали. Когда мы, это по сути, Он про нас говорил. Когда мы поступаем вопреки собственного счастья, вопреки собственного будущего, люди разрушают сегодня свои семьи, разрушают служение, разрушают свое здоровье, не понимают, что делают. И это то, с чего Иисус Христос начал все свои семь фраз на кресте, которые, по сути, явились целостностью искупления человечества. И первое самое, с чего Он начал, это с чувства вины. Отче, прости им, не понимают, что делают. Я не знаю, о ком ты сейчас говорил, но если вы живете с чувством вины, имейте в виду. Когда Иисус висел на кресте, это первое, что Он сказал, видя вас. Он умирал не за то, что вы уже сделали, но за то, что вы еще сделаете. Он сделал шаги, не потому, что вы Ему нравились, а потому, что Он агапы вас, Он любит вас так. Он хотел, первое, что Он сказал, Отец, прости им, они не понимают, что делают, разрушают свою семью, разрушают свое здоровье. Прости им, не понимают. это то, для чего Христос пришел на эту землю, чтобы простить тебе то, что ты делал, не понимая. Ты скажешь, ну я же понимал, что это, значит не понимал. Если понимал бы, не сделал бы. Если понимал бы, в полной мере, значит не сделал бы. Поэтому Иисус молился о тебе. и Он знает, как дьявол, используя чувство вины, связывает потенциал человека, связывает его дары, связывает его призвания. Поэтому для вас Господь предусмотрел это лучшее, чтобы вы могли жить свободно, без чувства вины. В Псалом 31 написано, что когда, говорит, я молчал, тогда моя молитва возвращалась ко мне, и грехи мои, то есть важно не молчать, а говорить об этом, сказать, Господь, прости меня. И как мы читаем 51 Псалом Давида, когда он согрешил с Версавией, то он говорил об этом Богу, и он получил это прощение. Давид, муж по сердцу Божьему, не потому, что он ни разу не согрешил, а потому, что он умел каяться и избавляться от этого. Бог призывает нас с вами не закапывать в себе чувство вины, а выносить его, раскаившись. И здесь я бы скажу так, есть один очень принципиальный момент. Я вот заканчиваю эту тему сейчас. Очень принципиальный один момент. Бог прощает моментально. Вот как только человек осознает, прощение приходит от Господа. Опять же, Иисус сказал, что прощайте, чтобы и вам простилось. Если мы сами не прощаем, то мы не пускаем и Божье прощение. Но когда мы прощаем и обращаемся к Богу, чтобы он нас простил, он прощает. Но чувство вины бывает остается. Когда человек исповедуется человеку, приходит сам и рассказывает тому, кто не проболтается, тому, кто о нем не распространит плохих слухов потом, а рассказывает от сердца к сердцу, то он избавляется от чувства вины. Очень рекомендую поверить в то, что вы прощены и чтобы не жить с чувством вины, прийти поговорить с человеком. Возможно, это ваш духовный наставник, лидер домашней группы или это ваш пастор. Тот, кому вы доверяете, кто любит вас и не расскажет о вас плохих слухов. И чувство вины будет убрано. Можно я прямо сейчас помолюсь о чувстве вины для новых людей? Господь, как сегодня многих гложет чувство вины, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, помоги увидеть, услышать собственными ушами, как Ты с креста, с высоты своей любви произносил эту фразу, думая обо мне, о том, кто сегодня слышит эту молитву, эту проповедь. Ты думал об этих людях, Господь. Ты сказал, прости им, Отче. Ты висел на кресте и стекал кровью, эта кровь капала за тех, кто сегодня живет в чувстве вины. Боже, я молюсь, чтобы сейчас это слово коснулось их сердца и они получили осознание, что Ты говорил эту фразу, прости их, потому что не понимают, что делают. Господи, укажи этим людям к кому прийти, возможно, и рассказать о своем преступлении, о своем проступке и снять с себя это чувство вины исповедания Божия. Я благословляю все наши телезрители во имя Иисуса Христа. Аминь. Со мной Дмитрий Шатров, пастор церкви, миссия Благая Весть. И также я хочу сказать, друзья, у нас прямой эфир, вы можете звонить, телефон на вашем экране, если у вас какие-то есть еще вопросы, вы можете позвонить, задать ваши вопросы или на любую тему, какие вас только интересуют, или Дмитрию, или вообще нам сюда. Пожалуйста, вы можете это сделать. Дмитрий, вот я здесь записал, смотри, что прощение это не предложение, это повеление. То есть прощение это не предложение. Ну, знаешь, ты можешь это сделать. Это повеление от Господа, потому что однозначно Господь сказал, когда мы молимся в наших молитвах, очень наши, говорим, Господь, прости нам, как и мы прощаем должников наших. Это однозначно, это Господь реагирует только тогда или что-то может изменить в нашей жизни или в любой жизни, если мы живем в прощении, если мы отпускаем, если мы позволяем Богу действовать. Еще есть такое же выражение прощения, то есть не прощение. Это преступление. Ну, во-первых, это преступление против самого себя, потому что ты блокируешь все Божьи возможности, которые могли бы прийти в твою жизнь, ты их просто блокируешь. Ты не позволяешь Господу распространиться в твоей жизни, распространить твои пределы, возможности. Ты блокируешь себя вот здесь, ты блокируешь себя в сердце, ты блокируешь себя по отношению к тому, чтобы развивался ты в Господе, чтобы Господь мог прийти обильным благословением. И мы, вместо того, чтобы простить, мы ищем какие-то причины, только бы вот это обойти, что я живу в непрощении. Я думаю, что это очень, очень большая или огромнейшая проблема современного христианства, не христианства, а вообще человечества, что, когда ты живешь в непрощении, это однозначно, я это понял в своей жизни много-много-много лет назад. Я не могу себе позволить, я не могу позволить этой роскоши, да, чтобы жить в непрощении. Я что, такой прям, этот, ну, я не позволю этой роскоши дьяволу вторгаться в мою жизнь, блокировать мои, все эти, все эти возможности, которые Господь для меня имеет. То, что я сегодня имею в Господе, я радуюсь, я наслаждаюсь, я благословен, мне нравится жить в этом, понимаешь? Поэтому, друзья, это очень важный момент, что ты думаешь по этому поводу. Я даже сказал, что я думаю по этому поводу. Я так же думаю по этому поводу. Думаешь, как? Так вот, вообще, ты согласен. Очень согласен. Один из признаков пришествия Господня, Иисус сказал, что будут, вот в русском языке, в переводе синодальном, очень, к сожалению, неправильно используется слово соблазны. Придут соблазны. И соблазнятся многие. Слово соблазны, там, кто не знает, скандалон. Скандалон, это обиды, точнее, даже не столько сами обиды, сколько крючок, на который вешается приманка, допустим, в мышеловке или в капкане. И Матфея 18 глава говорится о Царстве Божьем, кто больше в Царстве Божьем, там, говорит о том, что кто не соблазнится обо мне, поставив ребенка, он сказал, это люди, которые не обижаются. То есть, больше в Царстве Божьем тот, как дети, они не обижаются, они быстро прощают. Больше тот, кто не обижается. И там вся глава 18, она, по сути, о прощении. И вот слово соблазн, это скандалон. Откуда слово скандалы у нас? Слово скандалы. А я увидел такую вещь, что тот, кто любит и ходит в смирении, ему легче прощать, он не обижается. Напротив, гордость и ненависть, не любовь, точнее, так скажем, к людям, это то, что постоянно производит обиды. Или, смотрите, даже можно сидеть дома, никуда не ходить, и уже на кого-то обидеться. Вот ты сидишь дома один, никого нету вообще, и уже на кого-то обидеться. Мне не позвонили. Я никому не нужен. Я заболел, и никому нет до меня дела. А если уж вышел на улицу, то точно, кто-то тебя подрезал перед светофором, машина какая-то влезла, то ли ты только подъезжал на парковку, на место поближе к входу в магазин, и тут раз кто-то перед тобой, как будто он тебя не видел, у тебя такое негодование на этого человека. То есть, обидеться каждый день будет масса возможностей. так вот скандалом это тот крючок, на который эта обида вешается. Как важно, вот если ты любишь человека, кто-то раз перед тобой, о, классно, ему ближе идти в магазин, чем мне, я еще съел, хорошо, что он успел, а не я. Если человек любит, и он в смирении, то на него обиду не повесить, его не обидеть никак. Вот написано, что про Бога, его будут раздражать все, вот написано, раздражали его высотами. Стоп, его раздражали, но он не раздражался. Его обижали, но он не обижался. Потому что он само смирение и сама любовь. То есть, у него нет скандалона, ему некуда повесить эту обиду. Поэтому, ты сказал очень правильную вещь, такой роскоши, как ходить в непрощении, мы себе не можем позволить. Но еще, так скажем, некоторые превентивные меры, чтобы обида и не приходила ко мне. Лучше, вот, ходя в смирении и в любви, заботиться о том, что я в любви хожу и в смирении, тогда тебе и некуда обиду повесить. То есть, этого скандалона, этого крючка, на который вешается обида, его не будет. Помните притчу о блудном сыне? Там есть вторая часть, когда уже он пришел, покаялся, и отец устроил пир. Центром этого пира была радость и закалитель лучшего теленка, лучшего агнца. По сути, это прообраз Христа, жертва Иисуса. Вокруг нее мы собираемся, приходят все блудные сыновья, но там такой был один очень праведный. Помните? Он идет с поля, слышит радость. Он был частью этой семьи? Был. Был. Но он говорит, не пойду радоваться. Ты мне не дал козленка с моими друзьями порадоваться. Я на тебя столько лет служу, никогда тебе еще не не приступил твоего приказания. Ну, я сомневаюсь, чтобы он ни разу не приступил приказания отца. Этого быть не может. И часто вот христиане, ходя с обидой, он столько лет ходил с обидой, когда этот твой сын, мой брат, нет, он не мой брат, это твой сын, ты устроил из-за этого пир, тут радость большую, а мне, а я столько лет служу тебе. То есть, жизнь в обиде, она даже члена христианской, христовой семьи ставит вне шатра радости. Он говорит, не войду туда, не буду там радоваться. Кто виноват? Слушай, говорит, сын, да все мое твое. Ты чего? Сынок, да все мое твое было, ты что, не знал? Мы не знаем, что Божье принадлежит нам, но ходим с обидой, и таким образом, годами, христиане, являясь членами Божьей семьи, он уже там агнца заколол, Христа, уже можно радоваться, Христос воскрес, воистину воскрес, не пойдут туда. И сегодня обиженных на Бога даже люди не замечают, столько, а по сути Адам взял от запретного плода, Ева взяла, дала Адаму, и Бог спрашивает, не с Евы, а с Адамом, потому что Адаму Бог говорил, не ешь, это она мне дала, Ева, которую ты мне дал, там змей виноват, Ева виновата, Бог виноват, а на себя не принимая ответственности. Поэтому люди, будьте благословлены, прощайте, не сваливайте ни на кого, принимайте Божье прощение, таким образом будет легче прощать других. Однозначно. Да, не позволяйте себе, друзья, этой роскоши, не позволяйте дьяволу вторгаться в вашу жизнь, в ваши обстоятельства, ваше взаимоотношение в семье. Через непрощение. Да, через непрощение. Я живу в принципе, принципом таким, в семье моей, до вечера я не должен, я должен все решить. Солнце, да не зайдет во гневе вашем. Я как-то себе зарубил с детства, солнце, да не зайдет во гневе вашем. Все, я стараюсь решить эти вопросы все. Вот, поэтому, да, пусть Господь вас благословит, друзья. Я вот прочитаю, кто-то хорошо сказал, простить это освободить пленника, а я обнаружил, что этим пленником был ты. Да, простить это значит освободить себя, друзья. Вот, от того, что кто-то, на кого-то вы обижаетесь, может быть, он вообще об этом и не догадывается, может быть, об этом даже не знает. Не держите себя в тюрьме вот этих всяких вот этих проблем. Еще такой вариант был. Курамон Наравес, в 1868 году, премьер-министр Испании, когда его спросил, батюшка говорит, на одре смертном, ты, говорит, всех простил, есть у тебя враги? Он говорит, у меня нет врагов, я всех расстрелял. Живите, друзья, в любви, живите в прощении, пусть Бог благословит вас. Дмитрий, спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова